Заседание Совета при губернаторе Ульяновской области по развитию малого и среднего предпринимательства было посвящено урегулированию взаимоотношений между контролирующими органами и бизнесом. Необходимость договориться назревала давно. Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» как ни прискорбно позволил ускорить процесс. Проверки, которые волной прокатились по всей России, не миновали Ульяновск. Однако имеющий место во многих случаях формалистский подход мешал бизнесменам выполнить вполне законные требования пожарных инспекторов. Проявлялись требования, о существовании которых ранее не было известно. Это к разговору о том информированный бизнес, о тех требованиях, которые он должен придерживаться. И еще любопытный бизнесмен считает, что мотивацией большинства сотрудников контрольно-надзорных органов, с которыми они взаимодействовали в ходе проверок, является формальным выполнением своих обязательств. Бизнес тоже должен быть ответственным. Трагедия в Кемерово это доказала. Нужен прямой диалог и арбитр, чтобы общение получилось конструктивным. Мы считаем, что такой диалог, это общение прямое, глаза в глаза, лицо в лицо с бизнесом и с чиновниками в виде структуры МЧС, оно очень полезно, потому что дает и нам прямую информацию, то есть не через вторые руки, а из рук в руки. И бизнес, сообщество тоже представляет, в каком направлении двигаться, в области пожарной безопасности, каким образом в своей деятельности учитывать наши вопросы. Вы видите о том, что мы работаем сегодня совместно с руководителем федеральных контрольно-надзорных органов, представителем предпринимательского сообщества, в присутствии главного федерального инспектора. И это сделано весьма-весьма специально, чтобы подойти ко всем решениям по данной теме максимально объективно и без пристрастия. Руководство области в роли арбитра. Предложение подписать такое соглашение, чтобы учесть все интересы и действовать в рамках закона. В соглашении я бы выделил два основных пункта. Первый, соответственно, связан с тем, что сейчас, наверное, все знают о том, что актуальны проверки по пожарной безопасности. И вот первый пункт, это чтобы они носили такой характер объективный, чтобы общественные организации, непосредственно сами предприниматели участвовали в данных проверках. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.